Мигрантов оденуты и обоют за бюджетный счет. Представители миграционной службы России вышли с предложением улучшить условия содержания иностранцев, ожидающих депортации. Об это и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Сделать российскую избирательную систему более прозрачной предлагают правозащитники. Совет по правам человека при президенте подготовил проект по реформированию современного избирательного законодательства. Он будет направлен в администрацию главы государства. Правозащитники предлагают дать политическим партиям право выбирать, кто войдет в состав избирательных комиссий. Если число кандидатур превысит количество вакансий, будут использовать жеребьевку. В законопроекте говорится и о том, что избирательные комиссии должны сделать свои заседания более прозрачными. Потому как сегодня некоторые партии сталкиваются с недостатком информации. Еще одно предложение касается возврата института избирательных блоков. Это добровольное объединение нескольких политических партий. Для избирателей это плюс, поскольку позволит сократить в бюллетенях число партий со сходными названиями. А значит, будет меньше путаницы. Правозащитники также предлагают внести поправку, которая гарантирует общественным организациям право направлять в места голосования своих избирателей. Госдума может обязать отца ребенка платить за аборт. Законопроект, согласно которому финансовая ответственность ляжет на мужчин, подготовили депутаты Нижней палаты парламента. Расходы, связанные с искусственным прерыванием беременности, планируют взыскивать с отца ребенка. Неисполнение закона по предложению авторов инициативы грозит арестом на срок 15 суток или с правительными работами до 100 часов. Мигрантов будут высылать на родину в полной амуниции. Миграционная служба предлагает улучшить условия содержания иностранных граждан в спецприемниках. Мигрантам, которые ждут депортации, предоставят одежду, обувь, а также дадут сухой паек в дорогу до границы. Иностранным гражданам предлагают выдавать куртку, шапку, ботинки или сапоги, а также пижаму и тапочки. В меню мигрантов, кроме того, появятся новые продукты. Вместо хлеба они смогут получить сухари, вместо круп, картофель или макароны.